Стремление современных женщин к идеальной внешности не знает границ. Большинство из них под напором жестких стандартов красоты, недовольны своим внешним видом. Они тратят огромное количество денег на косметологов, пластических хирургов и постоянно сидят на различных диетах. Для особо упорных желание похудеть во что бы то ни стало выливается в тяжелую болезнь. Вы знаете, когда я иду со своей дочерью рядом, мне всегда хочется выглядеть как она, но ей 18. Я всегда считаю, что я толстая и некрасивая. А знаете почему? Потому что есть с чем сравнить. То есть все журналы, модели, им от 14 до 22, там, 3 максимум, да? Соответственно, они все очень молодые и даже юные, я бы сказала. И это как бы идеал на сегодняшний день красоты женщины. Дело в том, что содержание нашей эпохи – это бизнес. Для того, чтобы продвигать модельную одежду, нужны вешалки. Там не нужны полные женщины. Середина 60-х. На обложках глянцевых журналов мира красуется новая британская манекенщица. Ее зовут Лесли Хорнби. Но в историю она войдет под прозвищем Твиги. Стройность Лесли больше похожа на болезненную худобу. А Твиги в переводе с английского – и веточка, и модница. Тоненькая, как прутик, девушка ввела новую мировую моду. Моду на очень худых женщин, похожих на мальчиках-подростков. И на долгие десятилетия параметры женщины, больше смахивающей на ребенка, стали стандартом для индустрии моды. И не только для нее. Массированная пропаганда выгодна всем. Все там зарабатывают. Одни на одежде, другие на фитнесах, третьи на соответствующей косметике для женщин. И весь этот продукт преподносится массовому потребителю, как то, что женщина должна быть худой. Я очень долго не задумывалась, над вопросом своего внешнего вида. То есть меня все устраивало в детстве, потом в подростковом возрасте, даже в тот момент, когда я замуж выходила, все было замечательно. После того, как я вышла замуж и родила, я такая стала здоровая, такая классная тетушка, 96, там, под 100 практически килограмм. И меня это тоже не смущало, потому что я никогда, в принципе, не обращала внимания. Мне казалось, что внутренний человек должен быть прекрасен. А внешность, ну что, встречают-то не по одежке, по идее. И муж мне такой говорил. Анита прекрасно чувствовала себя в своем теле. Большой вес совершенно не мешал ей быть активной, подвижной и радостно общаться с окружающим миром. А дальше я еще не сделала самый коронный номер. Самая большая проблема для меня была одежда. Вот лично для меня. Потому что я ничего не могла на себя подобрать. Приходилось носить какие-то бесформенные вещи. А так мне казалось, что я неплохо даже выглядела. Всемирный стандарт идеала женской красоты. 90-60-90. Именно эти пропорции позволяют девушкам быть такими изящными на подиуме. Высокий рост и тонкое полупрозрачное тело показывают любой туалет в лучшем свете. Единственное, Жан-Фургатье, по-моему, в своих показах использует там карликов, толстых, бабушек и так далее. Разные. Он как бы демонстрирует действительно искусство. А все остальные, да, только на худую. Но все равно посмотрите на счастливых женщин в браке. Ведь они же в основном не худые, которые счастливы. А вот Анита Цой знак равенства между своей полнотой и женским счастьем поставить не смогла. Я заметила, что муж стал куда-то пропадать, реже на меня обращать внимание. И однажды он мне просто заявил. Говорит, вот когда ты похудеешь, вот тогда мы вернемся, наверное, к прежним нашим отношениям. Я говорю, подожди минуточку. Ты же всегда говорила, что внутренний мир, красота, внутренний человек – это главнее. Оказалось, все видишь как. 22-летняя Анита была в растерянности. Она благополучно вышла замуж, родила сына. Жизнь казалась ей вполне безоблачной. И вдруг такое. У меня была паника. У меня был стресс. У меня был страх потерять своего любимого человека. Потому что понятно, что мужик он состоятельный, красивый кореец такой, видный человек. Сейчас вообще очень много девушек, которые, так сказать, совершенно спокойно могут составить мне реальную конкуренцию. И в то время, я когда это осознал, мне стало страшно. Анита не ожидала, что муж, отец ее ребенка, человек, которому она посвятила всю свою жизнь, вдруг заявит, что их отношения зависят от ее внешнего вида. Дело доходило даже до развода. Я не понимала, о чем он мне говорит. А потом думаю, ну, все-таки попробую. Попробую. А может быть, действительно, вот что-то заставит его повернуться ко мне, совершенно как бы по-другому посмотреть на то, что происходит в наших отношениях. И вот это был первый переломный момент, когда я сказала себе, стоп, я начинаю действовать. В прошлом спортсмен-конник Анита решила начать с тренировок. Она вернулась к своим друзьям на ипподром и вновь села на лошадь. И все мои тренировки, потому что вес был большой, тело расслабленное, давно не тренировалось, привело меня к больничной койке. Анита получила тяжелейшую травму – перелом позвоночника. Полгода она провела в Боткинской больнице, прикованной к кровати. И все же ее первый эксперимент по похуданию неожиданно удался. Я там сбросила первые 10 килограмм своей. Еда была больничная, аппетитная, малокалорийная. И потом врачи очень тщательно следили за тем, что я ем, потому что боялись, я все время лежала, что я не подниму потом вес собственного тела, когда встану с постели. Между прочим, проблемы веса волновали человечество всегда. Например, в Спарте молодых мужчин, масса тела которых превышала принятые стандарты, подвергали телесным наказаниям или вовсе изгоняли из города. А поваров, посмевших приготовить вкусную пищу, просто сбрасывали со скалы. Я очень люблю есть. Я вообще обожаю вкусно покушать. И причем неправильно. Сегодня Анита рассказывает о своей многострадальной диетической жизни, улыбаясь. Она уже потеряла половину своего веса на этом пути. И вот этот вот процесс, он затянулся до сегодняшнего времени. Поиск, тем более, что от природы я пухленькая, ширококосненькая такая, в общем-то, и тип фигуры у меня, такой прямоугольный, где будем делать талию. Да, то есть вот мне поправится, вот если снимать меня в фильме художественном, в котором героиня должна с худенькой девочкой превратиться через неделю в самую толстую женщину мира, пожалуйста, это ко мне. Американская актриса Рене Зельвегер на каждом набранном или потерянном килограмме зарабатывает хорошие деньги. За роль толстушки в фильме «Дневник Бриджит Джонс» Рене заработала 24 миллиона долларов. А к съемкам мюзикла «Чикаго» она уже изрядно похудела. Участие в продолжении дневника снова потребовало лишнего веса. А сегодня Рене Зельвегер вновь сбрасывает 15 килограммов, чтобы сняться в рекламе средств для похудания. А в жизни россиянки Аниты Цой таблетки для похудания сыграли почти роковую роль. Я бегала с этими тайскими таблетками, я помню смешный случай, как вообще мне приписали, «Слушай, мы знаем, что в Москве действует корейская мафия, наверное, это ты распространяешь эти тайские таблетки». Конечно, это совершенно была недостоверная информация, но я и пробовала их. Производством так называемых тайских таблеток, по данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, занимались международные криминальные организации. Принимая тайские таблетки, почти вся столичная богема худела. Но как именно действует препарат, никто не знал. Тайские таблетки – товар контрабандный, поэтому никаких исследований не проводилось. Тайские таблетки совершенно отбивают аппетит всякий, но ты чувствуешь в себе, наоборот, прилив сил, бешеная энергия. И перестаешь спать нормально, то есть ты можешь работать 24 часа в сутки, носиться, как ненормальная юлой, худеть при этом всём. Но через три месяца после приёма тайских таблеток, я поняла, что у меня что-то с психикой происходит. Механизм действия многочисленных таблеток для похудания достаточно прост. Большинство из них подавляет чувство голода, и человек, не получая необходимого питания, худеет абсолютно естественно. Другие препараты представляют собой обыкновенное слабительное и не дают питательным веществам задерживаться в организме. Тайские таблетки содержали сильное психотропное средство и вызывали наркотическую зависимость. Я нервная, дёрганная стала. Я до сих пор помню, как вот я засыпаю во сне, и у меня вот так вот все части тела начинают дёргаться. Ужасное состояние. И вот мы пропивали, причём супруг у меня даже подсел на эти тайские таблетки, мы пропивали с ним 6 месяцев эти таблетки, после чего я поняла, что если я сейчас их не прекращу, я завтра выйду совершенно больным человеком. Потом я думала сделать липосацию себе. Думала обратиться к врачам, потому что мне всё надоело. Что бы я ни пробовала, всё равно ты расширяешься. Ничего не помогало, да. Я пришла, помню, к хирургам, но когда я, конечно, честно, поговорила с женщиной, хирурги-то рассказывали, что всё будет замечательно. Поговорила с одной женщиной, у неё в клинике, а у неё была неудачная операция, что-то мне так страшно за своё здоровье стало. Я думаю, ну ладно, лучше пусть развод и девичья фамилия, чем я сейчас умру от неправильно сделанной мне липосации. Ксения попала в клинику нервных болезней, когда по несколько раз в день стала падать в голодный обморок. Именно тогда она поняла, что без помощи врачей ей не обойтись. Мы с тобой первый раз встречались года два назад, да? Угу. Тогда у нас вес был... Вес тогда был где-то 40 килограмм. Смущение Ксении вполне понятно. Ей страшно произносить реальную цифру, и она автоматически увеличивает её на 10 килограммов. Всё-таки субъективно это всё вот как воспринимаешь именно своим подсознанием. То есть человек может быть абсолютно нормальным, но для тебя он толстый. Анорексия. Этот термин впервые был использован в 1982 году для описания состояния людей, которые, несмотря на сильную слабость и потерю в весе, настаивают на том, что им необходимо похудеть ещё. Они постоянно подсчитывают калории, регулярно используют таблетки для похудания и часто голодают, хотя вес в норме. Мне уже было пофигу, грубо говоря. То есть ем я, не ем. Уже остывает такой пофигизм от всего. Ты не получаешь удовольствия от этой жизни. Вот так. И в этом весь ужас, это заболевание. Ты мне тогда очень хорошо рассказывала про свои старые детские джинсы, в которых ты влазил там в пятом классе. И вот они были твои любимые, ты их не хотела менять, и поэтому там, по-моему, я не помню, размер был какой там, сороковой или сорок второй? 38-й размер российский. 38-й размер. Да, это вообще абсолютно детский размер. То есть... Но хотя вот для моделей в Милане это стандартный размер, поэтому я стремилась к нему. Но достигнув своего идеала, Ксюша продолжала стремительно худеть. На вопросы окружающих, что с ней случилось, отбивалась как могла. Говорила, что много перегрузок, нервы, учеба. Ксения уже плохо осознавала, что с ней происходит. Ты не можешь просто остановиться на определенном этапе. То есть ты начинаешь себя корректировать до... Вот это стремление к нулю перерастает в какой-то вот твое вот... Так сказать, сверхидею. Ты начинаешь корректировать себя, свою внешность до такой степени, что ты уже не понимаешь, что в зеркале отражается скелет уже, а не девушка. Я столкнулась с удивительной проблемой. Я вот, представляешь, худела, 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 худела. Вдруг однажды я поняла, что мне все время хочется продолжать дальше худеть. Мне кажется, что... Мне показалось, что... Я опять полная. Жена известного футболиста Дэвида Бекхэма при росте метр шестьдесят восемь весит сорок семь килограммов. Фанатки Виктории считают ее болезненную худобу идеальной и стараются соответствовать этим параметрам. А медики обвиняют в том, что она ввела моду на анорексию. И утверждают, что имидж Виктории негативно влияет на сознание женщин. А самого Дэвида Бекхэма последние фотографии жены просто напугали. Когда на стрелках нарисовалось сорок восемь килограмм, и я понимала, в принципе, мне все говорят, Ань, уже больше нельзя, уже вот еще немножечко и ты будешь дистрофиком. Посмотри, одни косточки торчат, глаза уже вот такие вот европейские стали, понимаешь. А я говорю, да нет, подождите, вот здесь вот еще, вот здесь вот еще, еще где-то не хватает, надо еще поработать над собой. И я поняла, что это действительно серьезная психологическая проблема. Ну вот твои волосы, ты вспомнишь, что было с ними два года назад. Твоя кожа, ты вспомнишь, что с ней было два года назад. Это было ужасно. Сегодня Ксения студентка пятого курса Московского государственного университета. Она будущая журналистка. Уже пишет статьи в модные журналы. Тема – анорексия. Теперь об этом заболевании Ксюша знает все. Или почти все. Каждый у нас – это индивидуальность. И поэтому не стоит гоняться за принцессумночным идеалом. Почему тогда себя не любила? Молодые люди иногда бывают, говорят девушкам, что вот у тебя толстый зад, грубо говоря. И, ну, бывают какие-то замечания такие, которые некоторые пропускают. Ну, просто вот бросить слово. А это обидно, это становится какой-то сверхидеей. Девушками движет вполне оправданное законами биологии желание. Они изматывают свое тело голодом, стремясь понравиться мужчине. Но незаметно вожделенная цель становится практически недостижимой. Сначала непонимание. Молодые люди не понимают, почему ты... Может, ты болеешь, начинает относиться как-то так. Может, она больная, может быть, что-то там действительно у нее не то. Вдруг у нее там какая-то зараза, заболевание. То есть, как бы, все от тебя отворачиваются потихонечку, и ты начинаешь закрываться в своем коконе. Количество заболевших анорексией достигло в мире уровня эпидемии. В Великобритании диагноз анорексия поставлен одному миллиону женщин, в Германии двум миллионам. В одной только Москве зарегистрировано 100 тысяч заболевших. Каждую сотую женщину спасти от голодной смерти не удается. В клинику питания поступила девочка. Уже с желанием сама, с желанием есть. Вот она, ее там кормят, она ест. Через три дня рвота. Рвота той пищи, которую она съедала три дня назад. То есть, уже не работает этот орган. И пришлось ее переводить в реанимацию, чтобы внутривенно вводить ей питательные растворы, чтобы хоть так как-то вначале завести вот этот процесс сам по себе. Катя всегда великолепно училась. После школы, которую она закончила с золотой медалью, решила уехать во Францию. Получить высшее образование в Сорбоне. После первого семестра она вернулась домой, в Москву, на каникулы. Родители пришли в ужас. Их цветущая, стройная девочка превратилась во что-то скелетообразное. На следующий день Катя с мамой были на приеме у психотерапевта. Вся такая худая, вся просвечивающаяся. Мама привела ее к нам и начали мы работать с ней. Но дело в том, что она приехала сюда на каникулы и через месяц она уехала опять туда, в Сорбону. И все это там опять началось по-новой. И вокруг опять худые француженки. А у Кати снова появился враг – еда. Добиваясь немыслимой стройности, Катя худела, но вместе с телом худело ее сердце, сосуды, почки. там сердце, как тряпочка, там иммунная система летит совсем. И если, скажем, среди обычных людей там где-то в автобусе кто-то чихнет, то у, скажем так, здорового человека, ну в худшем случае это будет насморк. Вот там рядом кто-то чихнул. Девчонка подхватила менингит. Она сгорела в три дня. Защитных сил организма не хватило на банальную простуду. Мне надоела эта жизнь постоянно в страхе. И поэтому вот я решила, что в один прекрасный день я просто встала и решила, что я так больше жить не могу. Какой какой-то прекрасный день был. День был просто... Я как бы поняла, что мама на кухне жарит яичницу. Я поняла, что это так хорошо, что вот я пойду сейчас кушаю эту яичницу и мне будет так спокойно, хорошо, как в детстве. Актриса Светлана Ходченкова успешно дебютировала в кино как раз благодаря тому, что была далека от вожделенных параметров 90-60-90. На пробы к известному режиссеру Станиславу Говорухину она пришла с явно немодельными параметрами и получила главную роль в картине «Благословите женщину». Ну, во-первых, она была не похожа на современных красот, который из фильма в фильм. Ну, это настоящая, на мой взгляд. Ну, чисто внешне русская женщина. Во время съемок Светлана периодически делала попытки похудеть, что вызывало яростное сопротивление масти этого режиссера. На его взгляд, похудевшая Светлана теряла свою самообытность. на мой взгляд, она изменилась, похудела. Ну, может быть, может быть, в лучшую сторону. Ну, в общем, она уже не такая. А вот голливудским звездам приходится проявлять чудеса изобретательности для сброса лишнего веса. И причина тому мнение продюсеров, от которых зависит их карьера. Ради главной роли в фильме «Титаник» Кейт Уинслет долго морила себя голодом. Но после съемок сразу набрала прежний вес. И была взбешена, когда увидела в глянцевом журнале фотографию, на которой ей с помощью компьютерной графики уменьшили грудь и удлинили ноги. Актриса заявила, что очень любит свои натуральные округлости и не желает быть худышкой. Твой образ сейчас идеал – это что? Наверное, все знают такую актрису Мунику Пелуччи. У нее шикарные формы, я считаю, она вообще идеал красоты. Многим мужчинам она нравится. Ты никогда не станешь Муникой Пелуччи. Ты – это ты. Да, я и тебя. Ты такая единственная. А скажем, могу я спросить тебя, ну а чем ты отличаешься от Муники Пелуччи в плюс? Плюс? Плюс. Ну я по-любому лучше, чем она. У меня… Я моложе… Такой самый пиар. Я моложе, в общем, потом во мне скрытый талант, который я еще себе не открыла. В общем, я думаю, у меня очень много талантов, потому что я сильная личность, я преодолела все-таки эту болезнь. Вообще, это болезнь перфекционисток, которые вот хотят, чтобы все было идеально в них. Ни медики, ни психологи до сих пор не пришли к единому мнению по поводу причин возникновения нервной анорексии. Одни психиатры трактуют ее с позиции фрейдизма, как бессознательное бегство от сексуальной жизни. Другие обвиняют во всем шоу и медиа-бизнес, культивирующий худосочных идолов. Люди следят за модой и параллельно в мозгах отпечатывается образ идеальной женщины. На самом деле это неправильно, абсолютно. Потому что когда ты на экране смотришь одетую худую женщину, это красиво, да. Но когда в жизни это слишком худоба, мне кажется, это уже некрасиво. Потому что женщина все-таки должна быть немножечко аппетитной. На неделе высокой моды в Париже Жан-Поль Готье вывел на подиум упитанную красотку. Актрису Велвет Дамур весом в 132 килограмма. Потребление все равно нравится мужчинам, движет девушками. Если бы это стало модно. Поскольку в последние десятилетия пропагандировались женщины худые, женщины модели, то очень многие мужчины подпали под эту пропаганду и предпочитают моделей. Они считают, что все-таки как бы вот эта внешняя сторона, внешняя худоба, да, там обязательно пройтись под ручку с худой девушкой высокой, вау, она модель. И женщины реально думают, что если она похудеет, то она там кому-то понравится. Все-таки встречаются они все равно с девушками обычными, которые не какие-то там топ-модели. Сегодня у Ксюши есть молодой человек со своими представлениями о женской красоте. Забоится обо мне, пытается как-то вот именно окружить меня заботой. Говорит, что надо поправиться. То есть если ты говоришь поправишься, у тебя может быть третий номер и все будет замечательно. Меня пытается откормить. Садимся, мы там заведуем, он говорит, ешь больше. Я говорю, я уже не могу. Он говорит, ешь, ешь. 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 Ешь.